Сам факт с утечкой изотопа По рутении 106 на юге Урала в селе Аргаяш Челябинской области имел место еще в конце сентября 2017 года, а известно об этом стало спустя два месяца. Для этого есть соответствующие инструменты. Международные конвенции. Я поднял вопрос о том, почему эти инструменты не действуют. То, что скрывают два месяца. В нашем случае это актуально уже в минутном диапазоне. При любом инциденте с утечкой радиоактивных изотопов. Россия обнародовала эту информацию только после того, как Институт ядерной и радиационной безопасности Франции 9 ноября объявил, что в пробах воздуха, взятых за период с 27 сентября до 13 октября, был обнаружен радиоактивный изотоп рутений 106. Жильгиман Тасвай Чунес, министр энергетики Литвы, после моделирования ситуации на основании данных МАГАТЭЭ, Институт ядерной и радиационной безопасности. Франция о содержании повышенных доз изотопа. Рутений 106 в пробах больших объемов воздуха на территории Европы. Данных о движении воздушных масс в Перец. 25 сентября по 13 октября на территории от Урала до Пламандши ученые пришли к выводу, что возможный источник загрязнения находится в районе Южного Урала. Спустя два месяца власти России подтвердили факт. Утечки изотопа рутений 106 в Челябинской области. Большинство зарегистрированных измерений основаны на семидневных образцах воздуха большого объема. В целом, измерения рутений 106 в воздухе были зарегистрированы в диапазоне от 10 микробиткерелей в кубическом метре до 10 милибиткерелей в кубическом метре. Причем, наибольшее измерение 145 милибиткерелей в кубическом метре было зарегистрировано в Бухаресте, Румыния. 30 сентября 2017 года, из 24-часового образца, Шведское агентство по радиационной безопасности сообщило о трех измерениях с очень низким уровнем рутений 103 в диапазоне 1-4,8 микробиткерелей в кубическом метре. 36 стран сообщили о результатах измерений в МАГАТЕ. 7 стран указали, что у них нет возможности для проведения измерения рутений 106 в воздухе. На сайте МАГАТЕ размещена информация о результатах исследований больших объемов воздуха, отобранных в разных странах Европы. Что примечательно, на территории России в этот период времени измерения не проводились. В соответствии с установленной процедурой МГЭ и КМАГАТЕ направил официальные просьбы государствам-членам в европейском регионе через свои контактные пункты в обращении 7 октября 2017 года в 17 часов 15 минут UTC, чтобы подтвердить, были ли проведенные в этих странах измерения рутения 106 в воздухе. И если да, то могут ли быть переданы результаты МАГАТЕ. Были ли какие-либо недавние события в тех странах, которые связаны с выбросом в атмосферу рутения 106? И если да, то могла ли эта информация передаваться через каналы аварийной связи? МАГАТЕ считает, что уровни, сообщенные МАГАТЕ, не представляют опасности для здоровья человека. На основе имеющихся данных мониторинга информации, предоставленной государствами-членами МАГАТЕ, не было определено какого-либо конкретного события или места для рассевывания рутения 106 в атмосферу. В настоящее время МАГАТЕ не может делать выводы относительно определения места утечки без фактической отчетности от государства. Происхождение выброса. Речь идет о России. Если вы были в непосредственной близости к очагу утечки рутения 106, а также в зоне радиоактивного облака вперед с 24 сентября 2017 года по 5 октября 2017 года, вы могли получить опасную дозу радиации. Далее приведена карта движения воздушных масс на высоте 1000 метров и 5 насадков из этого облака. МАГАТЕ МАГАТЕ При измерении рутения 106 в Европе. В общем, при измерении рутения 106 в воздухе из 24-часового образца его обнаружили в пределах диапазона с 10 микро до 10 милибиткерелей в кубическом метре. А самый высокий показатель 145 милибиткерелей в кубическом метре зарегистрирован в Бухаресте, Румыния. 30 сентября 2017 года. Рекомендации МАГАТЕ Все зарегистрированные данные о визотопе рутения 106 находятся в пределах допустимых концентрации. Не требуют проведения чрезвычайных мер. Рекомендации МАГАТЕ Рекомендации МАГАТЕ